итак станица новодеревянковская каневского района мы поднимаемся выше и пока будет круговой обзор станицы с высоты я расскажу вам про историю ее создания основания вы на горизонте видите дымку это туман снимали мы станицу новодеревянковскую рано утром в википедии очень мало информации по поводу этой станицы всего лишь что она находится в 31 километре на северо-запад от станицы каневской и на берегу реки албаши которую вы видите территория станицы была подарена императрицей екатериной второй 30 июня 1792 года за верную службу вечно потомственное владение черноморскому казачьему войску а история станицы именно название эта станица была такая весной 1794 года войсковая земля была разделена на пять округов и заселена 40 куренями запорожцев переселившихся на кубань из-за буга а 1809 11 годах царское правительство для усиления куреней переселила на кубань аж сорок одну тысячу пятьсот тридцать четыре человека из черниговской полтавской и других губерний россии которые уже вели род жизни близки для черноморцев станица располагается в основном на той части с которой идется съемка но за рекой албаши находится вторая часть вот и дальше промзона вот однако население края всего края было еще достаточно недостаточными малочисленными казаки были перегружены пограничной службой и в 1820 году по предоставлению графа лонжерона заведовавшего черноморским войском последовал царский указ о новом переселении на кубань вот на эти просторы поля земли прибывшую черноморию 821 825 годах поселенцы общим количеством 48 тысяч триста восемьдесят человек частично разместились по старым куриням частично основали ряд новых среди которых значится и заложенная 1821 году в низовьях реки албаши это как раз низовья которого видите куриное селение точнее нижний албашская поэтому станица новодеревянка ская раньше называлась селение нижний албашская видите как красивые поля и туманы над рекой и над полями и свое нынешнее название станица получила 9 июня 1827 года это вот то что под нами сейчас это как бы жилищное хозяйство обслуживающую водокачки и другие там различные территории жко и фермерские хозяйства так вот и дано было нижний албаш скому куриню имя взято существовавшего на тот момент куриня деревянков ского и она стала новой деревянка скай станицы первопоселенцы станицы прибывшие со всем своим скарбом домашним скотом птицей начали обустраиваться на правом реку албаши то есть как раз на этом берегу на этом на этой территории где мы сейчас ведем съемку вот улица ленина сейчас основная тогда еще ее не было это был край станицы если смотреть от реки внизу детский сад впереди вы видите по центру футбольное поле свое название албаши было взято еще от обитавших на кубани нагайцев и образовано от тюркских слов ал красный и баш бас голова именно здесь вот по реке албаши сейчас по улице береговой но там она уже крайне затоплена частично смыто разлившимися водами были вырыты первые землянки началось освоение пустующих земель со временем на смену землянка пришли хатки турлочные потом саманные крытые камышом земляными полами вот мы сейчас находимся в центре станицы здесь мы видим строящийся храм который ранее был разрушен в 1835 году были составлены первые по семейные списки новодеревянковской станицы которых значится более 300 семей но тогда он назывался новодеревянковский курень ну особую роль в тот момент для станичников конечно же и насаждение нравственности сыграла церковь первая церковь была построена в 1830 году но тогда близ берега реки албаши вот тут мы видим школу здесь уже сейчас центр станицы магазин пятерочка администрация почта небольшой сквер и рынок вот такой от красивый пролет по центр станицы начале двадцатого века хартижица значительной тягой к просвещению культуре и в 1859 году станица действовала учебная команда которая состояла из панамаря местной церкви шести учеников в 1876 году была открыта первая станица начальное училище министерства просвещения она размещалась на улице красный близ берега албаши вот центр станицы и вот дорога улица ленина которая уходит туда краем шоссе который уходит в сторону краснодар это как раз 43 средняя школа ниже под нами сейчас зданием ну предполагаемая александровское училище раньше она размечал размещалась на улице красные но возможно потом стал размещаться здесь в начале вось восемьсот тысяча восемьсот восьмидесятых годов училище было преобразовано в одноклассность трехлетним курсом обучения номинована александровским это территория школы вообще в станице на период царского управления было восемь школ вот это мы видим здание участковой больницы данное время она действует эта больница станицы новодеревянковской здесь же и поликлиника и больница опять пролетим над центром станицы над рыночной площадью вот справа мы видим вот эту основную дорогу которая сейчас и идет по центру станицы разделяет станицы на две части может как на 3 даже ну что вторая третья часть за рекой ваш и вот мы как раз находимся сейчас взлет идет на краю станицы в нижней левой и и части здесь находится поля и вот сейчас к нашему взору представится как раз промзона и улице здесь буквально две улицы станицы одна из них от ближайшая садовая а вторая заречная вот так выглядит река утром при восходе солнца от 1909 году в школах станицы обучалась 510 мальчиков и 288 девочек при общем населении 10 тысяч двести тридцать пять человек и вот как я и говорил 1914 году новодеревянковской имелось восемь школ высшеначальное училище двухклассное восточное училище одноклассное западное училище одноклассное николаевское женское училище одноклассное женское училище щегловитый вот здесь где вы видите кромку берега была улица береговая которую частично размыло я потом скажу по какой причине вот такие вот красоты вот такие вот красоты утренней станицы новодеревянковской вот видите здесь река заканчивается и переходит как называемая дамба она была построена еще в царское время именно за того что была построена дамба река разлилась и принципе притопила береговую прибрежную улицу а дальше идут плавни этот вот левая часть станицы и дорога уходящая вдаль это в станицу 100 в сторону станицы копанской есенской вы видите также желтые поля это подсолнечник и светлые бежевые это пшеница вот левая часть занята плавними а вот эти вот дорожки которые в плавнях на как по словам жителя это сделали шакалы они постоянно вот так вот ходят этими дорогами через плавни было предположение что это дорожка от лодок но утверждать что это именно вот так вот хищники ходят по плавням в деревне к станице те же годы предприниматель васюра это вот в годы царские в царское время устраивает первый синематограф демонстрация живых картин открывается первое почтовое отделение в 1910 году и постоянная фотография павла семеновича агиенко в 1911 году здесь мы видим справа масло комбинат выпускается масло подсолнечное и бензозаправку бензозаправка вот опять сделаем несколько кругов станицей потому что показать всю станицу одним кадром с такой высоты невозможно нужно подниматься еще выше и поэтому мы покружимся над ней чтобы показать сколько насколько большая станица данный момент не проживает более 6000 человек вот такая вот есть справка что на данным на 2010 год проживала 6795 человек полюбуемся живописными картинами с высоты новодеревянковской станицы пролетим вдоль улиц вот здесь отчетливо видно дамбу которая перекрывает отделяет реку от суши и от плавни с развитием сельскохозяйственного производства к началу 20 века станица стала менять свое лицо появилось много красивых зданий новая каменная церковь рядом новое казачье правление с пожарной службой александрское училище больница банк наряду с традиционными хатами из саманы появляется домики с деревянной шпилевкой отдельные казаки обкладывают свои саманные дома кирпичом а крыши кроет железо станица очень большая она как бы даже расположена в длину очень удлиненная а в марте 18 года 1918 года на станичной сходке была прозглашена новодеревянковской станицы советская власть а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Полюбуемся красотами, покружимся над новодеревянковской станицей По словам местных жителей, конечно, в этой реке Албаши рыбы было достаточно много Сейчас стало в разы меньше Опять пролетим над рекой в сторону пшеничного поля Которое на момент съемки было еще не убранным Ну и сделаем небольшой пролет Перевод над пшеничным полем Хлебный край И такой вот взлет над рекой Албаши Рядом в 10 километрах от станицы Новодеревянковской расположен хутор Албаши Он расположен именно в устье реки Албаши Десяти в 13 километрах Вот он Основан как поселок Албаши в 1879 году Путем объединения казачьих хозяйств Отдельные из которых обосновались здесь в начале 19 века Ну а с 1891 года назван хутор Албаши Вот здесь располагается и библиотека И детский сад Хутор Окружен полями С подсолнечником Пшеницей Основан он в 1879 году Как самое первое упоминание о хуторе И на 2010 год в хуторе Проживало 469 человек В данный момент вы видите храм Успенской Основанный в 1901 году В царское время он имел купола Потом в советское время купола сняли Был клуб в советское время А сейчас снова церковь Ну естественно что храм Пресвятой Богородицы Успения Использовался как клуб Это все памятники старины И также Албашское хуторское начальное училище Начало 20 века Вокруг поля А там вверху вы увидите лиман Это название имеет горький лиман В обратной стороне Поля подсолнечника Лицерны Пшеница Поднимемся Несколько в другом месте Где находятся поля подсолнечника Они очень симпатичны И поэтому я хотел передать вам Красоты Поля с подсолнечником С подсолнухами Немного Пролетим над ним Какая красивая картинка Субтитры создавал DimaTorzok Взлет Над полем И снова взглянем С другого ракурса На хутор Албаши Вдали имеется вода Это Албашинский лиман Население Напоминаю На 2010 год 469 человек Хутор Албаши Вдали напоминаю Горький лиман И чуть дальше Сладкий лиман Такое вот Название лиманов Вот там Сладкий лиман И дорога Уходящая в сторону Новодеревянковской станицы Следующей картинкой Хотелось бы вам показать Непосредственно Как происходит уборка Пшеницы С поля Поэтому Мы перемещаемся На пшеничное поле В саму страду Когда идет уборка Пшеницы Работа Пыльная Видите сами Поэтому Комбайнеры Наверняка Защищены От этой пыли В своих кабинах Новых комбайнов Новых моделях Комбайн Ныне Собирает пшеницу И Сзади него Есть устройство Которое Рассекает Стебли пшеницы Мелкую труху Отсюда Такая вот Пыль Собирает пшеницу Собирает пшеницу Собирает пшеницу И вдали Вот такие вот Поля Где-то уже Распаханы Как с правой стороны По центру Подсолнечник Слева Пшеничные Уже Убранные И вдали Еще слева Виднеется Поля Люцерна Вот такое Друзья Повествование О станице Новодеревянковской О хуторе Албаши Собирает пшеницу Собирает пшеницу Собирает пшеницу Собирает пшеницу